Слава нашему Господу, братья и сестры, тому великому Господу, который для нас сделал так много, на самом деле велик Он. И в дыхании ветров, и в дуновении каждого листочка, и в каждом цветочке, и в каждом прекрасном, вот в этом творении Божьем, звучит «Велик наш Господь». И сердце наше, я думаю, точно так же восторгается к нашему Господу, вечному, живому Господу и Богу нашему, и говорит «Как ты велик». Один человек, это знаменитый изобретатель Ледисон сказал «Тебя я жажду, Божий мой, всю вечность прославлять». О, вечность, как ты коротка, чтоб Богу всю хвалу воздать. Знаете, такое противопоставление. Вечность, мы понимаем, что она бесконечна, и даже она в своей бесконечности настолько мала, насколько велик наш Господь в воздаянии и хвалы Ему. Он достойный чести, славы, хвалы и поклонения. Аллилуйя Ему. Каждый раз, когда мы встречаемся, знаете, особенно братья, и мы, ну, приветствуем друг друга, как дела. По милости Божией мы не исчезли. И многие так отвечают. И это нормально. И это нормально, потому что это написано в Слове Божием. Это нормально, когда мы понимаем, что мы живем на этой земле, только потому, что Божья любовь и Божья милость, она хранит нас и ведет нас, помогает и благословляет. Это нормально, что и сегодня, в День Благодарения, мы сознаем, что Господня милость обновилась над нами, и в сегодняшнее утро милосердие Его еще не истощилось. Книга Патча, Иеремии, 3 глава. По милости Господа. 22, 23, 24 стих. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя, Господь, часть моя, говорит душа моя. И так буду надеяться на Него. День сменяется днем. Времена сменяются временем. Год за годом проходит. И так написано. Бог сказал в свое время, во все дни земли, холод и зной, день и ночь, зима и лето, холод и зной, не прекратятся. И сенья жатва тоже будет. И до сегодняшнего дня мы видим это. Потому что Господь стоит за своим словом. Велика верность Твоя, говорит пророк Еремия. И каждый из нас прекрасно понимает, что если бы не верность нашего Господа. Сегодня очень интересно. Петр Моисеевич говорил в начале о том, что Бог вложил жизнь в каждое семя. А Виктор Алексеевич, открывая служение, сказал о 148-м псалме. Там есть такой седьмой стих, когда Господа хвалят великие рыбы и бездны. Знаете, я подумал, насколько это удивительно, когда ты все это сопоставляешь. Насколько прекрасен наш Господь, что Он в своей премудрости может дать жизнь и маленькому семени, и огромного синего кита Он тоже может прокормить в голубой бездне. Вы знаете, это удивительно. Это самая великая рыба, да? Блувейл. Он достигает размеров примерно 30 метров. Это наш зал 35 метров. То есть это примерно как от тех дверей и вот до середины сцены. 30 метров. Вот эта вот огромная рыбешка, она плавает в океане и весит она примерно 120 тонн. И при этих своих размерах, да, сердце у него около 2 тонн, 2-2,5 тонны. Это примерно размер среднего слоника. Вот. И вот эта огромная махина, она плавает в океане и при этом она может набирать такую скорость, что только с недавнего времени его стали догонять. А до этого он уходил от всех своих охотников, кто за ним гонялся. Вот это вот огромное такое чудо Божье. При всем при том, что, ну понимаете, 120 тонн надо много пищи. Вот. За один свой глоток, вот, который он сделает, вот, он примерно втягивает в себя 30-40 миллионов креветок. 30-40 миллионов за один свой вот такой глоток, знаете. Вот насколько удивительно Бог заботится и об этом огромном животном, и о маленьком семени, влагая в него чудо жизни. Братья и сестры, разве это не удивительно, что мы, посадив одно маленькое семя, получаем с этого маленького семени целый колос, в котором сотни зернышек. Как велик наш Господь, как велик наш Господь. И это все его верность. Он сказал, и он стоит за своим словом. Он повелел, оно так сделалось, и законы свои он вложил в самое маленькое семя, в жизнь в океане, в жизнь на земле, в жизнь в воздухе. Он везде положил свою заботу и попечение. Братья и сестры, и мы ведь тоже живем на земле, только благодаря верности нашего Господа. Как часто мы говорим о верности друг к другу, как часто мы говорим о верности мужа к жене, как часто мы говорим о верности детей к родителям или родительской верности к детям. Мы говорим о верности делу, долгу, церкви, стране. Мы говорим о верности, потому что мы понимаем, что в любом деле нужна верность. Человек неверный, он ненадежен, на него невозможно положиться. Человек неверный в своих действованиях, он просто-напросто никто. И все стараются избежать такого человека, потому что он неверен. Неверен, даже есть, кажется, первая глава к римлянам, где говорится о вероломстве, это перевод с греческого, и там стоит ненадежный, то есть человек неверный. Друзья дорогие, сегодня мы больше говорим о верности Божьей. И я благодарен Богу за Его верность, велика верность Господа нашего и Бога нашего. И мы должны благодарить Его за Его верность к нам. Почему? 43 глава, книга пророка Исаии. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя Иаков, и устроивший тебя Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя, ибо я Господь Бог твой, святой Израилев, спаситель твой». Это он говорит своему народу, народу Израиля. И мы присовокуплены к израильскому народу. Мы часть этого, и он и нам говорит, не бойся, я с тобою. Он нигде не сказал, что ты будешь идти царской дорогой, и все у тебя будет гладко и хорошо в твоей жизни. Он нигде не сказал, что на пути твоем ты не встретишь рек, и тебе не придется переходить через них. Нигде. Но он говорит, где бы ты ни шел, я буду с тобою. Если ты будешь переходить через воды, я с тобою. Через реки они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Друзья дорогие, как часто нам хочется идти царской дорогой. В свое время народ израильский обратился к Едому и сказал, позволь мне пройти твоей царской дорогой. Едом не позволил. И пришлось обходить по острым камням, может быть, по каким-то ущельям и горам. Это был нелегкий путь, это не была расчищенная хорошая царская дорога. Но этой дорогой Господь Бог провел свой народ. И мы сегодня должны понимать, что мы дети Божие. Нам иной раз хочется, чтобы политики вокруг нас были честные, а не те, которые говорят одно, думают другое, а делают третье. Нам так хотелось бы, чтобы вокруг нас были все честными, порядочными, добрыми. Но почему же в жизни нашей мы встречаем иногда неправду, встречаем иногда те вещи, которые нам неприятны. Почему? Господь говорит, и мы не должны отчаиваться в этом. Господь говорит, ты встретишь это, ты будешь с этим встречаться, ты будешь проходить через это. Но не бойся, я с тобою, я проведу тебя, я верен, если ты мой, я с тобою. До тех пор, пока человек не скажет Господу, слышь, отстань от меня, я буду идти своей дорогой. И так было. Почти сто лет назад нашлись люди, которые сказали нашей стране, откуда мы выехали, нам Бог больше не нужен. Его нет. Мы наш, мы новый мир построим. И они построили этот мир на крови, на насилии, на разной жестокости, на неправде. Они построили этот мир, только к чему это все привело. Братья и сестры, до тех пор, пока мы с Господом, он верен в своих обетованиях, он верен в своих словах, он верен и он сохранит, он проведет и поможет. Его верность велика, его верность до сих пор, до сегодняшнего дня держит эту землю. Да, многое встречается, что хотелось бы не встречать. Войны, различные голоды или какие другие вещи, которые встречаются в жизни человека. Но не человек ли виновен в том, что однажды сказав Богу, я пойду своей дорогой. Ну иди. И человек идет, а потом сталкивается с тем, с другим и с третьим и говорит, а где же Бог? Это вот подтверждает, что он не видит, не слышит и не знает. Нет, Господь все видит, все знает. Прозови его в день скорби, и я отвечу тебе. И я покажу тебе великое и недоступное. Братья мои и сестры мои, пусть верность нашего Господа больше будет выражена благодарностью нашего сердца. Его верность велика, и наша благодарность должна быть адекватной его верности. Пусть Господь Бог благословит нас, поможет нам, укрепит нас, чтобы мы, живя на этой земле, помнили, что мы в Его руке, а Его рука сильна, могущественна, верна и крепка. Для славы Его, нашего вечного Бога, Отца Сына и Духа Святого. Аминь. Поблагодарим Господа.